Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Таггера Карлсона. Если вы в последнее время следите за новостями, то знаете, что Владимир Путин вот-вот нападет на нашего давнего союзника, нашего ближайшего друга на мировой арене, суверенное государство Украину. Узнав об этом, поборники демократии приходят в ужас. Это катастрофа в замедленной съемке. По сути, это настоящая драма. Сначала русские придут на Украину, далее Бангор, Бойсе, Байкерсфилд. Дальнейшие планы Путина превратят красный рассвет в документальный фильм. Так что защитники демократии повсюду в ужасе, и они готовы бороться. НАТО, чьей задачей, очевидно, является сдерживание России, по какой-то причине еще не взяло на себя обязательства защищать Украину. Но американские патриоты не ждут НАТО, это не их путь. Согласно статье BuzzFeed, граждане США присоединяются к борьбе самостоятельно. Это их война. Они отправляются на Украину за свой счет, чтобы защитить благородный украинский народ от подлых русских полчищ в замерзшей степи. Но странно. У нас пока нет подтверждения, что Дэвид Фрум, Макс Бут и Лис Чейни уже улетели в Киев. Может быть, они все еще смазывают свои винтовки и собирают снаряжение? Или, может быть, они решили встать на баррикады кабельных новостей? Даже если они технически находятся в тылу, это не делает их службу менее опасной или важной. И когда-нибудь они все получат медали за подвиги, совершенные в студии CNN в Нью-Йорке. Мы планируем освещать эту церемонию в прямом эфире. Но пока, похоже, больше всех волнуется Джо Байден. Он так паникует из-за того, что вот-вот произойдет с Украиной, что Билл Кристалл на его фоне кажется скромным и сдержанным. И это неудивительно, ведь Джо Байден — президент США. У него есть доступ ко всем последним разведданным. Его ежедневно информируют отдел по борьбе с распространением оружия массового поражения. Недавно Байден так разволновался, прочитав доклад ЦРУ. Он так распереживался за судьбу Украины, что позвонил ее президенту, чтобы предупредить его о грядущем. А потом кто-то из разведывательного сообщества уже не в первый раз слил стенограмму этого звонка CNN. Смотрите. Срочные новости. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорили, цитата, «не очень хорошо». Наш источник сообщил, что президенты разошлись во мнениях о незамедлительности нападения России на Украину. Белый дом и Пентагон подчеркнули, что верят в безотлагательную атаку. Следует отметить, что Белый дом обнародовал собственный текст этого звонка, и в нем не упоминались предупреждения Байдена или разногласия двух президентов. Вау! Во-первых, отметим, что CNN вполне может принимать пропагандистские звонки от украинских чиновников, но с Россией говорить нельзя, это измена. Но вот основной мотив. Похоже, между двумя мировыми лидерами, братьями, по сути, есть разногласия. А это говорит о том, что нерушимый союз, который веками ковали Украина и Соединенные Штаты, может дать трещину. Вот слова Наташи Бертран, корреспондента CNN, цитата, По словам высокопоставленного украинского чиновника, Байден сказал президенту Зеленскому, что вторжение России в Украину неизбежно. И что Киев может быть разграблен. Приготовьтесь к удару! Президент Зеленский не согласился и попросил его смягчить риторику. Что? Джо Байден боится России больше, чем президент Украины? Похоже, что так. Потому что вскоре после этого Наташа Бертран удалила свой твит. А затем Джим Сквита опроверг предыдущее сообщение CNN. Он опубликовал в Твиттере заявление Белого дома, которое CNN квалифицирует как заявление. Вот оно. Белый дом о звонке Байдена Зеленскому. Анонимные источники распространяют ложь. Человека, который так некорректно отображает этот разговор, следовало бы уволить. Конец цитаты. Слабое опровержение, следовательно, это правда. Если подумать, какая удивительная последовательность. Байден говорит украинскому президенту, что его столица вот-вот будет разграблена. Как Рим в пятом веке. Кровь, крики, огонь, копья, мечи. Осада и требушеты. Ужасная сцена. А украинцы в ответ на это успокойся, чувак, не паникуй. Будь мужиком, ты прямо как перепуганная старуха. Теперь Белый дом утверждает, что разговора никогда не было, но очевидно, что он был. Потому что на пресс-конференции президент Зеленский сказал, СМИ практически то же самое. Мы говорили с президентом. Мы говорили об этом. Мы считаем, что тут нужен взвешенный подход. Я не говорю, что он влияет на американские СМИ. Они независимы. Но политика СМИ должна быть очень взвешенной, если они хотят знать, какова ситуация на самом деле. Вы видите танки на улице? Нет. Создаваемый средствами массовой информации образ, что мы вводим войска, что у нас мобилизация, что люди уезжают, это не так. Нам не нужна эта паник. Итак, Дэвид Фрум и Джо Байден довели американцев до такого безумия, что они летят на Украину, чтобы рисковать своей жизнью, защищая суверенитет этой священной страны. А президент Украины говорит, мы не сильно обеспокоены. Итак, какой вывод мы можем сделать? Все просто. Если вас не пугает перспектива российского вторжения в Украину, вопрос в том, на чьей вы стороне. На чьей вы стороне? И мы знаем ответ. Вы на стороне Путина. Так что, похоже, сам президент Украины был скомпрометирован российской дезинформацией. Украинский президент — это тот, кого мы в кабельных новостях называем агентом Путина. И это означает, что русские так дьявольски эффективны, что завербовали парня, против которого готовят войну. Насколько это хитро. Здесь нужен славянский склад ума. И, кстати, да, мы называем президента Украины агентом Путина, но не осуждаем его. На самом деле мы сопереживаем ему, потому что, как вы знаете, мы тоже агенты Путина. Главный пропагандист Фокс, Такер Карлсон, говорит, что США должны встать на сторону России в украинском вопросе. Извините, что? Членам Конгресса звонят и призывают их встать на сторону России, потому что люди смотрят правые СМИ и таких журналистов, как Такер Карлсон. Поразительно, как четко кремлевская пропаганда согласуется с аргументами Карлсона. Когда Такер Карлсон говорит такое, это опасно. Похоже, теперь у Такера больше сходства с тиранами с правыми взглядами. Но почему он и Фокс Ньюс в его лице так стремятся разорвать связь, ту самую связь, поддержку и союз Америки с демократиями мира? У Такера совершенно нет совести. Если бы у него была хоть капля совести, ему было бы стыдно за свои слова, потому что он, по сути, повторяет официальную российскую пропаганду. Макс Бут, дамы и господа, его последнее выступление на национальном телевидении перед тем, как он отправится на Украину, чтобы защищать ее территориальную целостность от агрессии Владимира Путина. Смотрите, пока можете. Но давайте проясним. В Соединенных Штатах, и это не относится к Украине, где у них, наверное, более здравый взгляд, а может быть, более пророссийский взгляд, но в США, Если вы сомневаетесь в правильности выбора союзников в Восточной Европе, в войне одной страны против другой, вы по определению являетесь агентом самой большой угрозы демократии на земном шаре самого Владимира Путина. Вы предатель. Дружной директор подошел ко мне и сказал, что он только что, целый час, разговаривал с людьми, которые насмотрелись шоу Такера Карлсона. Они спрашивали, «И почему мы собираемся воевать за Украину? Россия делает разумные предложения о мире, и мы должны просто согласиться с предложениями России». Да уж. Многие скажут, что Том Малиновский, ну, не самый... не самый умный человек, верно? Даже по меркам Нью-Джерси. Тем не менее, он действительно прав вот в чем. Есть люди, которые задумываются. Может быть, я не знаю, бездомность, около миллиона человек живут на улице в Соединенных Штатах, 100 тысяч американцев умирают от передозировки наркотиков, инфляция, наши школы ничему не научили детей за два года. Может быть, это более важные проблемы, чем территориальная целостность страны, которую мы не можем найти на карте? Может быть, наша собственная территориальная целостность важнее, чем украинская? И вопрос, который поднимает член Палаты представителей Малиновский, почему они вообще так думают? С чего они взяли, что их глупые провинциальные домашние проблемы важнее восточной границы Украины? И ответ, конечно же, Владимир Путин. Они явно попались на удочку российской пропаганды. Получается, что мы выполняем волю Путина. Мы виноваты так же, как и президент Украины. Раз, два, три!